Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Маркетс, оставляйте ваши вопросы, если они есть, в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также снова напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Маркетс с торговыми идеями, в котором на ежедневной основе мы размещаем большое количество аналитического контента по конкретным фундаментальным идеям и контент с техническим анализом. Это все как дополнительная поддержка и помощь для вас в принятии торговых решений. Ну что ж, сегодня на повестке экономического календаря несколько релизов по США. В 12.30 по GMAT будут опубликованы данные по роничным продажам США. Опять же, в свете последнего отчета по инфляции я практически не сомневаюсь в том, что роничные продажи будут на хорошем счету у оптимистов по этим данным и могут оказать дополнительную поддержку курсу американского доллара. Согласно прогнозам, роничные продажи в прошлом месяце выросли на 0,2% против практически аналогичного роста 2 месяца назад. В целом, тенденция и тренд роста потребительской активности остается восходящий. И это, опять же, с одной стороны, выливается в более высокие значения индекса потребительских цен, с другой стороны, дает нам еще одну возможность констатировать довольно неплохое состояние американской экономики. Также в 14.00 по GMAT выйдет индекс потребительского доверия Мичиганского университета. По прогнозам нас ждут тоже неплохие цифры. Поэтому текущая торговая сессия может довольно-таки неплохо сложиться для покупателей индекса доллара, потому что текущая статистика станет еще одним подтверждением того, что американская экономика продолжает чувствовать себя лучше прочих и других стран развитого мира. Индекс доллара сейчас на отметке 112.28. Вчерашний хай был 113.83. Мы практически протестировали отметку 114 пунктов. Альтернативный сценарий, который я обозначал вчера, был связан с тем, что мы не получим прям сразу той обычай реакции, которую хотелось бы увидеть. Безусловно, я знаю, что среди вас, друзья. Есть очень много покупателей, собственно, также смотрящих на перспективы доллара, как и я. Но иногда нужно подождать. Если быть преданным конкретной фундаментальной идее, какой-то системной установке, то она в конечном счете конвертируется в ту ожидаемую прибыль, которую мы хотим получить. По индексу доллара, о цели, которые были обозначены ранее, они никуда не делись. Это все равно ожидание движения этого инструмента в район 114 и 115 пунктов. И плюс ко всему, после вчерашних данных по инфляции мы точно можем сказать, что пазл сложился полностью. Теперь у нас есть возможность в своей точке зрения и в своей идее, которая предполагает ожидание роста курса американского доллара, опираться на очень много сильных отчетов. Это, во-первых, на сильные релизы по американскому рынку труда Nonfarm Perls, которые тянутся с прошлой недели. Есть возможность опираться на протоколы последнего заседания американского регулятора, да и, собственно, на само заседание Федрезерва, на комментарии представителей американского регулятора и, конечно же, на еще один важный релиз, который напрямую влияет на решение Федрезерва по процентной ставке. Это отчет по инфляции. Эти данные мы, собственно, ждали с вами вчера. Они были опубликованы. И эти данные поддержали настрой оптимистов в отношении доллара, потому что индекс потребительских цен, основная инфляция снизилась не так сильно, как прогнозировалось, с 8,3 до 8,2%, а базовая инфляция, на которую мы изначально делали самую большую ставку, выросла значительней. С 6,3 не до 6,5, а до 6,6%. И фактически можно сказать, что базовая инфляция сейчас соответствует максимальным значением с 1982 года, то есть почти за на 40 лет. И это уже серьезный сигнал, который свидетельствует о том, что инфляция в США, которая не учитывает, кстати, не забывайте, что базовая инфляция, это без компонентов, которые связаны с ценами на энергоносители и ценами на продовольственные товары. Если базовая инфляция растет, мы делаем вывод о том, что растет стоимость всех категорий товаров на американском рынке. И, к сожалению, здесь нужно продолжать вот эту логическую цепочку рассуждений, сказать, что инфляция в США стала самоподдерживающимся механизмом, который опирается на постоянный рост заработных плат. А мы знаем и помним, что из-за дефицита рабочей силы в США работодатели вынуждены конкурировать за каждый кадр, который есть свободным на рынке. И, опять же, конкурируют каким образом, создают более интересные условия по мотивации, по плате труда. Это и есть рост заработных плат. Чем выше заработные платы, тем, соответственно, в конечном счете выше потребительская активность и, логичным образом, выше цены. Вот этого всего больше всего и боялся Федрезерв. Но что уж тут поделать? Это проблема, которая характерна не только для американской экономики. Но ФРС по-прежнему уверен, что эту проблему можно решить, если правильно манипулировать процентными ставками. И если мы знаем, что американский регулятор ранее активно повышал процентные ставки, причем довел ее до тех уровней, на которых она находится сейчас, я почти наверняка могу сказать, что после вчерашнего отчета по инфляции, по базовой инфляции, американский регулятор будет еще более проактивным регулятором. Будет держать руку на пульсе и пойдет, скорее всего, дальше, друзья. И под формулировкой пойдет еще дальше. Я хочу сегодня анонсировать вам возможность того, что американский регулятор фактически через 200 небольших недель на заседании в ноябре может поднять ставку не на 75 базисных пунктов, а на 100 базисных пунктов. И я пока что в меньшинстве тех, кто ожидает, это докуда же все-таки максимальная планка роста ключевой процентной ставки к концу этого года. Я считаю, что она может вырасти теперь не до 4,5%, а до 4,75%. Потому что не сомневаюсь в том, что и в декабре повышение ставки будет как минимум на 0,5%. А если и в декабре мы увидим повышение ставки на 75 базисных пунктов, то тогда ключевая ставка, нейтральная ставка американского регулятора будет уже выше 5%. Это серьезный бычий прогноз, который на мой взгляд абсолютно оправдан. ФРС точно сейчас не включит заднюю, не свернет с пути проведения агрессивной монетарной политики. И после протоколов, которые вышли за день до вчерашнего релиза по инфляции, из них следовало, что все представители американского регулятора поддерживают идею того, что ставки нужно повышать и удерживать их высокими в течение длительного периода времени, потому что видят очень большую угрозу в инфляции. И это было еще до выхода отчета по индексу потребительских цен. После вчерашней статистики мы прекрасно понимаем, что их опасения были оправданы. Поэтому, друзья, нужно пристегивать ремни, спокойным быть в отношении курса американского доллара. Это по-прежнему самый лучший актив среди всего перечня инструментов рынка Форекс, который после коррекции снова перейдет к восходящему движению, будет претендовать на новый максимум. Когда доллар сбавит обороты, это после того, как американский регулятор замедлит темпы повышения процентной ставки, либо возьмет паузу. Когда это произойдет? Когда базовая инфляция на протяжении хотя бы двух-трех месяцев будет демонстрировать снижение. До конца этого года это невозможно, это невероятно. Поэтому еще раз обозначаю вам целевые ориентиры по индексу доллара. Это движение выше 114 пунктов. Рынок нефти 94,45. Восстановительная торговая сессия вчерашнего дня, хотя фон был так себе, скажем. Шанхай сообщил о том, что в эти выходные будет полностью закрыт на массовое тестирование. Это все результаты политики нулевой терпимости Китая, когда даже незначительное количество новых случаев распространения коронавирусной инфекции приводит к таким мерам и последствиям. Я думаю, что то же самое может произойти и в Пекине. И в конечном счете вот эти периоды закрытия на тестирование и, не дай бог, конечно же, повторные локдауны, это будет омрачать перспективы роста спроса на углеводороды, собственно, так же, как и омрачать перспективы всего рынка нефти. Но мне кажется, что Китай не так прост, и они тоже манипулируют сейчас рынком, потому что знают, как мировые рынки реагируют на сообщения о ковидных ограничениях в Китае, потому что сразу же начинаются разговоры о снижении спроса. Китаю сейчас как раз и нужно добиться эффекта того, чтобы цены все-таки пошли вниз. Видите, впереди зима, и логичнее было бы закупиться большим количеством сырья по более низким ценам. Но это так, лишь идея для размышления. Все равно этот новостной фон не имеет ничего, чтобы достойно противостоять другому фундаментальному фону. Это ожидание сокращения предложений за счет решения ОПЕК снизить производство нефти и за счет того, что уже с декабря полностью вступят в силу санкции против российских поставок нефти, которые будут предполагать резкое сокращение и практически полную приостановку экспорта. Это может привести к небывалому дефициту на рынке нефти и, соответственно, к росту, который я ожидаю в нас, смотрю в качестве основного сценария. И остальные финансовые активы. СНП по-прежнему ждем снижения, потому что повышение процентной ставки может привести только лишь к развитию нисходящей динамики. Европейскую валюту поджидаем в районе 0.95, все без изменений. Британская валюта 1.1319. Здесь, конечно же, рост, который не совсем вяжется с фундаментальным фоном, учитывая данные, которые мы разбирали ранее. Но, может быть, фонд своей волатильности все-таки кричит о том, что от этого инструмента лучше держаться подальше. Друзья, решайте сами. Я для себя принял решение сейчас сфокусироваться на индексе доллара, на американском фондовом рынке, на евро и, собственно, нефтяном активе. Остальные инструменты пока более трогать не буду. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.